всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью я к вам сегодня с рецептом рыбки ну не просто рыбки просто божественно вкусной малосольной скумбрии готовится она очень необычным способом я уже у себя на канале выкладывала этот рецепт но сейчас туда уже никто не листает никто не посмотрел я решила вам его повторить потому что мы готовим такую рыбу очень часто я вам сейчас все расскажу и покажу поехали вот здесь у меня две скумбрии я уже почистила кишки убрала внутренности вот видите все промыла все протерла в общем вот так вот такие широкие довольно таки хорошая рыбка мне в этот раз попалась нам потребуется емкость который мы будем солить вот это вот соль вода и пока все значит что мы делаем мы берем рыбку я уже все приготовила поэтому просто отрезаем голову вот так вот на убираем она не нужна и саму рыбку будем резать на кусочки приблизительно вот с палец полтора толщиной ну где-то вот такие вот она у меня чуток не дома не разморозилась до конца так просто удобнее резать ну вот такие вот кусочки я прямо вот голову сюда кусочки буду складывать сюда ровно неровно отрежете это уже такой большой роли как бы не играет только если вам это принципиально и сейчас самое интересное берем воду приблизительно граммов 50 70 может смотря какая емкость сколько рыбы ну может 100 вот граммов вот так вот наливаем на дно широкой тарелки подносы или что там возьмете и делаем следующим образом берем рыбку здесь у меня соль сколько соли неважно обычно смотрите каменная такая крупная соль просто нам надо вот так вот рыбочку туда окунуть вот так одной половиной стороной второй стороной и выкладываем прямо вот так вот на водичку на одну сторону на водичку поэтому я говорю соли сколько уйдет у вас не вот таким вот образом может вы будете больше рыбы делать или меньше по количеству рыбы и возьмете соль вот так как я беру раз немножечко совсем без фанатизма 1 1 и вот так вот не плавники видели сами ничего я не обрезаю так ну вот соль осталось ну куда ее выкинуть конечно же там же рыба была она нам больше не нужно вот так вот рыбку засекаем время сразу же и она вот так у нас будет стоять ровно час прямо на столе вот я прямо на столе вот так оставляю ровно на час прошел ровно час и сейчас мы берем и каждый кусочек просто вот так вот переворачиваем на другую сторону вот так раз и на другую сторону вот эти вот хвостики я немножечко полубоком вот так вот всегда кладу потому что вторая сторона у хвостика конечно она же маленькая узенькая все и оставляем еще ровно на час прошло два часа один час на одной по стороне у нас рыбка солилась второй час на другой стороне сейчас берем контейнер можно брать поменьше я такой большой за это время что у нас рыбка солилась мы подготовили лук вот так вот я беленький лук красненький можете еще побольше взять лук кстати получается тоже очень вкусный здесь у меня ловушечка я ее на низ положу и на низ контейнера положу лук половину может может поменьше посмотрим в общем вот так чтобы дно покрыла все и начинаем выкладывать рыбку и выкладываем вот так и выкладываем аккуратненько где вот например попадается вот такой вот кровяной некрасиво можете вот так и прополоскать в водичке вот у меня в один ряд не вошло я беру лук еще вот так и выложу сейчас 2 ряд у меня тут от 2 то ряда тоже немного чуть-чуть не поместилась в один ряд в контейнере так это нам уже не нужно все убираем сейчас выкладываем сюда остатки лука так вот разровняйте по всей по всей поверхности здесь засыпаем эту рыбку меня здесь чайная ложка черного перца горошками чайная ложка кориандра в зернах можете еще какую-то приправу для себя по вкусу добавить но мне вот этого достаточно так и сейчас берите любое масло можете растительное любое можете запахом даже взять без запаха как хотите я возьму оливковое на такое количество я добавлю 3 столовые ложки так прямо берите и поливайте сверху теперь уксус я возьму яблочный 6 процентный добавлю 2 столовые ложки думаю будет достаточно и еще прошлый раз я не добавляла но я тоже уже делала ну с периодичностью да и мне очень понравилось коньяком пол столовой ложки вот так вот коньячка сейчас разбрызгаю если коньяка нет это не обязательно пусть его не будет неважно беру крышечку просто закрываем ничего не надо тут груз какой-то ставить или еще что-то просто закрыли все и отправляю в холодильник ровно на сутки через сутки будем кушать исключительно вкусную скумбрию у меня уже прошли сутки с момента засолки это вот реально вот мой запах это вообще рыба получается такая вкусная вам выложу вот такая вот она конечно я не пробую но даже если бы я попробовала на камеру да но сказать что вкусная допустим я и так могу вам сказать что она получается вкусно это только дорогие мои нужно самому готовить и пробовать но правда вот честное слово те кто делали вот по этому рецепту все очень довольны остаются рыбка изумительная и лучок очень вкусненький получается запах просто волшебный вот она действительно получается малосольная вот малосольная вот час выложу вместе с лучком вот тут вот приготовлю вот так вот это ги перчик попадается кориандр это можно все убрать у меня готовится картошечка и сейчас вот с картошкой на ужин такая рыбка но это вот реально это просто очень вкусно очень вкусно попробуйте обязательно приготовьте те кто любят рыбу малосольную не пожалеете хорошего вам дня и приятного аппетита рыбка получается правда очень шикарно очень вкусно малосольная специи все вот тут все в норме есть уж не найдете коньяк ну и не надо его я делала его и без коньяка просто у меня остался от красной рыбы тогда дело у меня стоит коньяк ну вот я уже его один раз добавила мне понравилось и вот второй раз мы часто очень делаем эту рыбу с картошкой очень вкусно получается вот реально но вам вот тогда сняла и думаю ну надо снова повторить потому что посмотрела туда никто и не заглядывает поэтому вот так вот готовьте такую вкусную малосольную скумбрию по этому рецепту вы правда не пожалеете если вам понравилось видео то ставьте лайки не забывайте подписаться на мой канал а я как всегда желаю вам всего самого хорошего и доброго с вами была ваша татьяна пока 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 пока